Вообще, девчонки, это что-то... Ну что за фигня? Понятно? Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и сегодня долгожданное видео, которое я давно уже не снимала, это покупочки с Алиэкспресс! Кстати, в этот раз покупки очень необычные, у каждой покупки есть своя причина, такого я еще не показывала, я думаю, вам будет очень интересно. Оставайтесь со мной. Итак, первое, что я хочу для вас показать, это то, что посоветовала мне одна из моих подписчиц. Прислала мне, говорит, Селена, смотри, какие прекрасные на Алиэкспресс продаются кружечки! Смотрите, я люблю вообще прозрачную утварь, люблю. И здесь непросто, во-первых, эта кружечка очень легенькая, а во-вторых, там сердечко. Сейчас я налью туда что-то цветное, и я вам покажу. Смотрите, какая красота! Сердечко! Видите, как миленько! Сейчас кофе еще налью, и будет вообще красота! Ой, как классно! Ну, если полное, конечно, не видно, что там сердечко, но пока я буду пить, сердечко будет появляться. А сбоку выглядит вот так. И главное, что она не горячая, то есть кофе горячая, а кружка она защищает, и она вообще прохладная даже. Класс! То есть она выглядит абсолютно нормально. Вообще, я не люблю какие-то фигуристые кружки, я люблю либо, ну, вот такая обычная, да, прозрачная, либо белая, то есть у меня к кружкам вообще свои еще требования должны быть. И не люблю, когда какие-то узорчатые, но здесь она очень удобная, то есть ее удобно держать. Вмещается в нее полноценный стакан, то есть как я пью кофе, в принципе, да, хотя у меня стаканчик немножко побольше, но не суть. Самое главное, мне кажется, что она может поднимать настроение. В нее реально наливаешь что-то цветное, это чай или еще что-то, и у вас появляется просто все в форме сердечка. Очень удобно, мне кажется, и каждый раз ты на это сердечко будешь любоваться. В общем, девочка, которая посоветовала мне эту кружечку, спасибо большое, я очень довольна, и буду еще заказывать такие кружечки. Но, на мой взгляд, кружечка, конечно, не сказать, что дешевая, не сказать, что очень дорогая, есть намного и дороже кружечки. Мне понравилось. И еще они очень клево упаковали и очень быстро прислали. То есть вот этот продавец, на которого я оставлю ссылку, прислал очень все было упаковано, то есть мало того, что здесь вот такая упаковка с какими-то воздушными, тут она еще была в коробке, она была сама по себе в пузырчатой пленке, потом она была в коробке, потом эта коробка была вот здесь, и вот это все было еще в коробке. Короче, они так запаковали свою кружечку хрустальную, она пришла целая, супер-пуперская, и быстро пришла. В общем, вот это мне очень-очень нравится. Дальше. Кстати, у одного продавца я взяла очень много всего. Да, у одного продавца я взяла очень много всего, и они мне отправили вообще не на почте я все получала, а компанию из ДЭК, представляете? И достаточно быстро все пришло. В общем, оказывается, что это было всего одного продавца, видимо, раз он это отправил все одной отдельной компанией. Так-то я выбирала просто по сайту, и все. В общем, я решила взять себе в дорогу вот такая вот зубная щеточка, потому что зубные щетки постоянно вот они валяются где-то, и на щетине какой-нибудь мусор дособирается, потом чистить ее домой. И хорошо, когда щетка закрывается, я давно такую хотела. И она такая нормальная средней жесткости, что тоже очень хорошо. В общем, вот здесь она закрывается, и получается вот такая щеточка. Мы ее держим, полноценная, достаточно крепкая. Ну, мы как бы сюда надавливаем, да, здесь крепко будет. Потом ты раз ее сложил, и она вся у тебя чистенькая и целенькая. В дорогу вообще классно, и стоит она копейки. Я все ссылки, кстати, на товары оставлю под видео. Также у этого продавца я взяла вот такую штучку, честно говоря. Что-то у нас даже в инстаграме ходили там отдельные отзывы по ней. В общем, вот такой вот шарик, ролик здесь, может быть, вы видели, да? И его вот так нужно мазать под глазками. Ой, уже намазала. Я-то накрашенное сейчас мазать не надо. В общем, я еще это ничего не тестила, буду тестить, и потом в следующих видео Алиэкспресс я вам уже расскажу отзыв свой. Вот типа оно убирает морщины, может быть, у нее действие, может быть, у этого тюбика действие, знаете, как у чего, у этой сыворотки, как патчи под глаза, да? То есть мы наносим, пока оно высыхает, оно, наверное, как-то подбирает. Плюс холодненький шарик вот такой вот здесь тоже, может быть, охлаждает как-то. Но во всяком случае, те ролики, которые ходят у нас в инстаграме и на ютубе, что это суперсредство, там, короче, до такие морщины, весь такой кривой, а тут намазала, все такое подтянулось, ушло, и ты помолодела на 300 тысяч лет, я, конечно, думаю, что все миф. Запах такой еле-еле выраженный, то есть практически его нет. Еще я заказала вот такую милую розовенькую подкручивалку для ресниц, мне она так понравилась своим цветом, хотя я особо не подкручиваю реснички, но она какая-то прикольная мне показалась, смотрите. Очень легенькая вот здесь, ее с собой компактно носить, то есть раз она такая закрутилась, а нужно вам, раз она такая сложилась, о, защелкнулась даже, супер вообще, о, выглядит, да? Вы отщелкнули и защипили свои реснички. Классная штучка вообще. Ну, я не закручиваю, но вообще я хочу покрасить свои ресницы черной краской и закручивать еще. И, возможно, еще купить какую-то сыворотку для роста волос. И вообще круто будет закручивать. Короче, такая штучка. И тоже стоит совершенно не дурак. От этого же продавца я взяла попробовать сначала одним вот такую вот вещь. Это подставочка для хранения обуви. То есть мы засовываем сюда обувь внутрь, одну, а вторую мы как бы ставим вот так вот, вот так, вот так, вот так. Засовываем сзади обувь одну какую-то, а вторую ставим вот так вот, и она стоит. И получается очень компактно, да? То есть вот раз, и хранение обуви. Вот так в ряд выстроили. Если вам какая-то обувь понадобилась, вы пальчик сюда засунули, вытащили ее с полочки, взяли то, что вам нужно. Здесь все пропупырчатое, чтобы не скользила обувь. Вот здесь вот такая подставочка, чтобы она не уезжала. Немножко с таким наклоном сделана. То есть обувь немножко под наклоном находится. В общем, на мой взгляд, очень интересная вещь для хранения. Тоже стоит недорого вот таких несколько штук взять, и компактно будет храниться обувь. Это у кого много обуви, очень полезно. Ну, примерно вот так это выглядит. То есть один здесь сзади, один спереди. И она вот так вот становится полочку. Если что-то нужно, раз, вытаскиваем. Такое хранение удобное. Еще раз мы заговорили о хранении. Я повторно себе купила вот такую штучку акриловую. Потому что у меня столько помад, что, честно говоря, их негде хранить. В фикс-прайсе есть акриловые для хранения, но они не очень удобные, потому что там, допустим, всего лишь раз, два, три, раз, два, три для хранения помад, для шести штучек. А все остальное, то есть это там кисти хранить, еще что-то, а мне нужно прям помады, вот так, понимаете. И я заказала. Вообще-таки акриловые боксы для хранения, они очень дорогие. Меня это совершенно не радует. Я бы хотела себе взять одну такую. Вообще, я хочу взять их и склеить. Я хочу вот такую огромную взять, и чтобы только для помад. У меня очень много помад, и постоянно они все валяются, потому что им нет места. Такой у меня один занят. В фикс-прайсе покупала кучу. Все занято, понимаете. Пришлось брать вторую. Я думаю, что и третью придется брать. Вот эти очень удобные штуки для помад. Еще я заказала. Вообще, девчонки, это что-то. Это такая прикольная штука. Она даже, когда мне пришла, я сначала забыла, для чего это. Мы с мамой долго гадали. Для чего же это может быть? Мам, помнишь? Ты так и не догадалась, для чего это? Нет. В общем, эта штука, она тоже вот такая компактная для хранения. Ее нужно аккуратно разворачивать. Вот. Развернули. Выглядит она вот так, да? Казалось бы, не поймешь, для чего здесь. Какие-то резиночки сделаны. Здесь что-то. А это все очень просто. Это для стрижки. Себя стрижете, кого-то стрижете. Или своего ребенка стрижете. Я как раз для Деньки думаю, такая, аля, вообще класс. Ну, когда он перестанет, у меня боятся ножницы, как огня. Одевайте. Ой, рога. Главное, рога не поменять. Одевайте. Так. Застегивайте по шейке себе, чтобы за шейку... Слушайте, она узковатая для шейки. Для моей. Короче, застегивайте как-нибудь... А, не, нормально. Нормально. Застегивайте, чтобы шейка была плотненькая. Затем опускаете это все по своим плечикам. Вот так вот. Сейчас. Сейчас все поправлю. Вот так. Ну, что за фигня? Какая-то фигня. Подожди. Ну, суть в том, что здесь должно быть, знаете, что... Оно должно быть завернуто. Может быть, тут немножко... Может, с другой стороны? Нет, с этой стороны. Короче. Вот эти резиночки, они должны быть плотнее. И суть в том, что вот такая штучка, она вот так, поняла, мам? То есть она... Хотя нет, нормально. Для чего? Мама говорит, так для чего она? Ну, стрижете вы, чтобы волосы не падали на пол. Они падают все вот сюда. Понятно? Надо держать тогда. В общем, вам человек должен помогать. Вот так вот. Раз и держит. Вот. То есть не так, чтобы вы опустили руки и не помогаете тому, кто вас стрижет. Помогайте, придерживайте. Чтобы не было мусора. А на самом деле, мне кажется, можно подтянуть просто резиночки здесь. Они должны быть вот более подтянуты. И тогда оно будет стоять. Тут просто мне с растянутыми резинками прислали. Ну, вообще, идея хорошая. Лайфхак хороший. Поехали дальше. Еще я заказала вот такие вот колготочки. Тоже я вспоминала. Думаю, я что, заказала колготки. Вот такие сетчатые. Они мало того, что сетчатые, на них еще и рисунок. Но они достаточно плотные. В общем, недорогие. Не знаю, иногда я вообще не люблю колготки, честно говоря. В какие-то рисунки, что-нибудь, чтобы там лишнее было. Колготки и колготки. Они должны быть без ничего. Но иногда так тянет. Я помню, что в детстве я ходила, а у меня такие колготки были зеленые. С какими-то зелеными оттенками. Типа как трава, водоросли. Такие вот такие я ходила. И еще юбка такая же была пестрая, разноцветная. И кофта какая-то. У меня даже если осталась фотка, думаю, господи, я такое носила. Какой ужас. Ну и сейчас тоже на Джум увидела такая, ой, колготочки в сеточку. На них еще рисуночки. В общем, сейчас замерю, посмотрите. По-моему, очень даже красивые колготочки. Ну и последнее, что я вам хочу показать, это на самом деле тоже находка такая очень интересная. Так как я люблю очень кофе, я, естественно, люблю его пить в торговых центрах тоже. Зашла в как-то, не помню в какое, не кафе, это там, где кофе продают, но там еще его и делают. Зашла, говорю, сделайте мне кофе какой-нибудь вкусный, ароматный. В общем, мы там выбирали по запаху. Ну, в общем, выбрала. Она говорит, ну, вам одну чашечку, если я вам сделаю, тогда не в кофемашине, а через воронку. Типа, что-то такое сказала. Я говорю, да сделайте. Ну, типа, в стакане сделаю вам. Я такая думаю, как это в стакане, не поняла. Ну, ладно. И в итоге она достает вот такую штучку, которую я уже заказала на Алиэкспресс. Достает вот такую штучку, ставит ее на стакан. Вот где наш стакан? Иди. Для примера. Ставит ее вот так вот на стакан. Ну, это большеватый стакан, вообще там поменьше стакан. Потом она сюда ставит какую-то специальную воронку. Ну, вот у меня, допустим, фильтр. Фильтр ставит, да? Из бумаги. Ну, не самодельный, а тоже они продаются. Насыпает туда ложку кофе и специальным чайничком, таким длинным носиком аккуратно вот так вот поливает. И я вижу, как на моих глазах внизу чашки получается, ну, то есть кофе, как капельная машина моя делает. И очень вкусно, очень клево, нет никаких осадков, ничего. То есть, я говорю, что это такое за штука такая? Она говорит, ну, мы покупали, заказывали ее специально. И фильтры тоже, как я поняла, специальные. Потому что я попробовала прийти домой, просто взять фильтры, которые я вставляю на свою капельную машину, и вода задерживалась. То есть, не пропускал воду почему-то. Хотя он пропускает же воду через мою капельную машину. Может быть, там как-то подача воздуха такая идет, и как бы проталкивает, да? А если ты льешь прям воду вот так, но еще из тоненького чайничка, она сказала, это обязательно, да? В общем, пока что я взяла такую штучку, потому что это на самом деле клево, да? Ну, мне машина нравится, я через машину делаю все, но у кого нет машины? Ведь машина дорогая это, да? А если брать вот что-то такое? Ну, и вообще, не знаю, мне что-то показалось это очень интересным. В общем, я заказала, попробую это через свои фильтры, которые есть. Если нет, я попробую поискать фильтры именно для стакана, да? Такие специальные фильтры, когда можно делать кофе дома. Кто любит натуральный кофе, без осадков, и чтобы классно было. Стоит такая штука где-то 500-600 рублей, по-моему, я ее заказывала. Тоже она пришла вся супер-мега упакована, все замечательно. Короче, я как научусь делать кофе через вот эту штуку, я сниму отдельное видео, как делать супер-кофе без машин. Вот. А пока... Вообще, я думала, что я заказала вместе с фильтрами. Но она пришла одна. Может быть, я что-то забыла. В общем, вот такие покупочки очень интересные и полезные. И вообще, очень много всего, как вы видите, да? Надеюсь, что вам тоже понравилось. Если так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного. Я вам даже уже примерно предсказала, что будет впереди, да? За тестом. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. И все ссылки на все товары, которые были здесь, вы увидите под видео. Проходите, приобретайте и радуйтесь. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok